Всем привет друзья! Сегодня будет очень полезное видео, как в большей степени избавиться от назойливой рекламы, которая нас преследует в любых приложениях, в браузере, при просмотре какого-то видео и так далее. И частично обезопасить себя от утечки нужной информации из телефона третьим лицам или производителю или еще кому-то. То есть мы будем делать одновременно два хороших действия, которые реально нужны телефону, чтобы нормально работал интерфейс и меньше тормозил из-за того, что он нагружается всяческой рекламой беспрерывно, работает очень много служб фоновой активности, которые загружают эту же самую рекламу. И плюс одновременно отправляются различные отчеты о работе телефона, о том, что вы делаете на телефоне и тому подобное. Давайте уже приступать к делу. Сегодня я буду показывать это все на телефоне Samsung, потому что очень много комментариев, что конкретно на Samsung у многих не получается это все отключать. Давайте пробовать вместе. Для начала мы заходим в наши стандартные настройки и нам нужно найти строку конфиденциальность. Возможно у кого-то интерфейс будет отличаться, просто ищите у себя это слово или функцию. Нажимаем и здесь давайте по порядку, я буду просто говорить в какие строки вам нужно зайти, а вы у себя уже ищите на телефоне их. Если у вас отличается как-то меню, то просто попытайтесь найти их у себя в настройках. Итак, нам нужно найти служба персонализации. Нажимаем сюда и смотрим. Здесь есть такой показатель в самом внизу. Персональная реклама и предложение. И здесь написано отправьте данные службы персонализации в Samsung, чтобы отображаемые рекламные объявления и другие маркетинговые материалы соответствовали вашим интересам и деятельности. То есть здесь открыто написано, что нам подбирается реклама конкретно по нашим интересам. То есть если вы интересуетесь, к примеру, какой-то машиной, покупки какой-то машины и вы смотрите про нее видео или просто ищите информацию, где купить, то вы у себя будете практически везде видеть всяческую рекламу про машины. Вот так это все работает. Просто берем и отключаем ее. Так, возвращаемся немного назад и идем дальше. Отчеты об ошибках. Это тоже специально встроенная программа, которая собирает очень множество информации о неправильной работе телефона, якобы для того, чтобы улучшить в дальнейшем как-то мобильные телефоны Samsung. И давайте выключим эту настройку и посмотрим, что нам напишут. И вот как вы видите, здесь написано, компания Samsung будет благодарна вам за помощь в улучшении качества ее продуктов и услуг. На вашем телефоне установлено ПО для диагностики, которая с вашего согласия может автоматически собирать диагностические данные и данные об использовании устройства. Если вы согласны, эти данные будут отправляться в Samsung. Если честно, то, во-первых, это дополнительный разряд батареи. Во-вторых, неизвестно полностью до конца, что собирается конкретно. То есть, возможно, не только какие-то ошибки собираются. И вообще, зачем эта вам программа нужна, если на самом деле пользы от нее вообще полностью ноль. Эти отчеты ваш телефон точно никаким образом не улучшат. А разряд батареи вы получите нормальный. И здесь даже есть пункты. Вот два. Даю согласие на отправку диагностических данных и даю согласие на привязку диагностических данных к другой информации. Здесь уже за нас даже поставлены галочки, скажем так. Нам нужно их отключить для начала и потом нажать внизу «Да». Потом у нас отключится этот пункт. Так, все, мы это все сделали. Идем дальше. Маркетинговая информация. То есть, чем вообще занимаются маркетологи? Они продвигают какую-то продукцию. Неважно какую, это может быть и та же самая реклама. Это просто может быть какая-то текстовая всплывающая информация. То есть, всяческие виды намека на какой-то товар у вас будет всплывать везде по всему телефону. И потому этот пункт мы обязательно отключаем. Дальше есть служба персонализации Android. Этот пункт мы оставляем. Это нам нужен этот пункт. Потом, если интересно, я позже про него расскажу. Идем дальше. И практически в самом низу видим слово «реклама». Если честно, ни на одном из телефонов Xiaomi, Xiaomi пытается скрыть всячески возможными путями эту рекламу, чтобы люди ее не отключали. А здесь напрямую просто написали «реклама». То есть, выключить реально проще простого. И здесь пишется «отключить персонализацию рекламы, запретить приложениям использовать рекламный идентификатор для создания профилей и показа персонализированной рекламы». То есть, все вот эти программы, которые в Play Market мы скачиваем, там очень часто выскакивает та же самая реклама. Она, конечно, после этого отключения не полностью исчезнет, но ее станет намного-намного меньше. Потому что здесь как раз стоит это самое разрешение на показ всей этой рекламы. Мы это, конечно же, берем и отключаем. Так, и еще один пункт, очень значимый, это использование и диагностика. Жмем на него. И здесь нам производители пишут «помогите сделать устройство Android еще лучше. Разрешите автоматически отправлять в Google диагностические данные, а также сведения об использовании приложений и самого устройства. Это поможет нам улучшить работу системы, например, снижать расход батареи и повышать стабильность работы. Некоторые данные в обобщенном виде будут доступны партнерам Google. Например, разработчикам Android. Если включена история приложений и веб-поиска, данные также могут сохраняться в вашем аккаунте. Мы будем получать общее сведение о работе устройства, например, об уровне заряда батареи, ошибках и действиях в системе и приложениях. Эти данные помогут нам совершенствовать Android, а наши партнеры смогут использовать их, чтобы улучшить свои приложения и продукты. Реально, если вчитаться в эти слова, то мы просто даем доступ, чтобы по нашем телефоне шарилась какая-то программа, собирала все личные данные и отправляла на какие-то непонятные сервера. И третьи лица это все смотрели и определяли. Ага, вот здесь были ошибки, вот здесь нет. Давайте вот это улучшить или то. В этого батарея садится больше, в этого меньше. Если честно, кому это все нужно? Вашему телефону это все не поможет. Это реально сбор личных данных и плюс ко всему, кроме всей рекламы, мы еще тратим очень большой заряд батареи от того, что постоянно эта информация подгружается, формируется круглосуточно и отправляется на эти же сервера и обрабатывается она 24 часа в сутки. Потому, конечно же, мы обязательно это все отключаем и таким способом мы частично обезопасим себя, сделаем работу с телефоном более комфортной, потому что телефон уже не будет так сильно нагружаться. Плюс мы избавимся от множества фоновых процессов, это беспрерывное качание всяких рекламных роликов в папку Android, которые мы даже и не замечаем, когда ищем какую-то информацию через браузеры. Конечно же, это не избавит вас полностью от всей рекламы, есть и другие способы, как это все отключить. Можно отключить реально полностью-полностью всю рекламу, у меня есть на канале видео, можете посмотреть. Но вот, сделав хотя бы вот эти самые простые действия, вы где-то процентов 90 рекламы уже исключите с вашего телефона. Поддержите видео лайком, конечно же подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем до новых встреч!